Это событие произвело эффект разорвавшейся бомбы, гул от которой разнесся далеко за пределы Твери. Столица Верхневолжья вновь в топе федеральных новостей и под сложившейся уже традиции вновь со знаком минус. Город лишился своей визитной карточки одного из главных символов – речного вокзала. То, о чем неоднократно предупреждали специалисты и во что, конечно же, никому не хотелось верить, все-таки произошло. Это, конечно, трагедия. Большая трагедия для города. Потому что мы потеряли, это уже можно говорить, мы потеряли лучший, главный памятник советской эпохи в Твери. Возможно, он и не был лучшим. В конце концов, о вкусах не спорят. Но с тем, что речной вокзал в Твери являлся уникальным зданием, практически не имеющим аналогов соглашаются все специалисты. Его возвели в 1938 году на месте древнего мужского отрочь монастыря. Строительство вокзала стало частью грандиозного проекта по созданию канала «Волга-Москва». Речной вокзал был такой вишенкой на торте в этой истории. Он нам достался абсолютно случайно, потому что по нормативам он превышал размеры, допустимые для этого города. И вот то, что у нас был такой красивый речной вокзал, это была, конечно, удача некая. С момента своего открытия речной стал одним из главных видовых мест города. Здесь ежегодно принимали сотни судов, рейсовые теплоходы, экскурсионы и прогулочные катера. Здесь постоянно кипела жизнь. Татьяна Новикова, 20 лет отработавшая пассажирским диспетчером, до сих пор помнит, каким в свои лучшие времена был красавец вокзал. Ой, вы знаете, он запомнился мне солнечным. Здесь было много служб. И вот я сейчас смотрю на речной вокзал, и я вижу, какие службы, вернее кабинеты каких служб разрушены. Разрушена наша пассажирская диспетчерская. Речной вокзал пользовался популярностью не только у жителей города. Эффектное здание любили снимать кинематографисты. Знакомый силуэт можно увидеть в фильмах «Чучело», «Статский советник» и снова «Аниськин». Однако последние 10-15 лет вокзал медленно умирал. Его перестали использовать по прямому назначению. Помещение начали сдавать в аренду. Здание, ни разу не видевшее ремонта, постепенно ветшало. Несколько лет назад в речной вокзал попытались вдохнуть новую жизнь. Здесь открылся Центр современного искусства Тверца при участии небезызвестного Марата Гельмана, столичного арт-менеджера и галериста. Открытию предшествия ремонтная работа на кровле здания. Возможно, именно они усугубили без того плачевную ситуацию, отмечает член регионального отделения ВАПИК Александра Смирнова. Что входило в программу противоаварийных работ, Тверском региональном отделении ВАПИК неизвестно доподлинно, с этим надо разбираться. Но в любом случае мы видим одно, мы видим, что крыша упала. То есть по чьей вине это произошло, это легко установить уже по документации. Впрочем, даже если удастся установить четкую связь между ремонтом кровли и ее обрушением, вряд ли можно будет выдать это за единственную причину случившегося. Хотя бы потому, что это не совсем правдоподобно. Речной был заброшен, он ветшал, и это откровенно бросалось в глаза. Особенно в последние несколько месяцев. На самом деле, это, конечно, трагедия, которую надо было ожидать. Ждали, что случится что-то подобное. Но все думали, что, скорее всего, будет обрушение отдельных перекрытий. После чего, как у нас обычно бывает, гром грянет, мужик перекрестится, и начнутся какие-то противоаварийные меры. Так постепенно дойдет и до нормального восстановления этого здания. Но вот видите, судьба нам этого не дала. Вопрос, который в первую очередь сегодня всех интересует, что делать с вокзалом дальше. У региональных властей на сей счет, судя по всему, четкого ответа пока нет. На восстановление здания потребуется сотни миллионов рублей. Подобные траты для бюджета – непозволительная роскошь. А найти инвестора, которого заинтересует разрушающийся на глазах памятник архитектуры, думается весьма проблематично. Эксперты, давно следящие за судьбой речного вокзала, склоняются к пессимистичному варианту развития событий. По их мнению, здание придется снести. Мы надеемся, что все-таки этот вопиющий случай, который является показателем вообще системного неуважительного отношения к объектному культурному наследию, что он наконец-то заставит нашей власти задуматься о серьезности создавшейся ситуации и критичности создавшейся ситуации. Вполне может случиться так, что вскоре визитную карточку и один из главных символов Твери можно будет увидеть лишь на архивных съемках, фотографиях и сувенирной продукции, которая сегодня завлекает туристов. Денис Ренов, Виталий Осипов, Тверград ТВ